Анна Александровна, все хорошо. Да, ничего хорошего. Денег нет, инструмент есть и мы держимся. Можно и деньгами. Нет, я не об этом. Мы ездим на GS. А кто пытался Василию Ивановичу впарить Lexus? GS300. Прошу без комментариев. Кто пытался впарить Lexus? Так, хватит меня пинать. Нет, кто пытался впарить Lexus? Нет, все правильно, там коробка уже не 140-го, а 150-е. Чуть-чуть подороже время. Узнать только вот одно. Скажи мне, мне нужно принять решение, ставить полик на X или не ставить. Меня интересует только одно, стало жестче или нет. Блин, погода уже реально, всякие границы переходят. Невозможно, блин. Вот верите, нет? Апрель. Ну и как всегда, сейчас Антипыча закроем. Хорошо не переобулся. В общем, вечер в автосфере, когда сигналка сработала. А когда в автосфере наступает вечер, Костяныч заводит свой сарай, и в автосферу стекаются всевозможные люди и людишки. Планшет это все подтянет. Недорого. О, Георгий Степан. Где недорого. Да, да, Илюх, привет, привет, еще не виделись. Ну что? Недорого. Не, он сейчас сделает, он будет, ну, сейчас, два и три очка. Отличный планшет. Просто супер. О чем базар, господа? Да мы тут о технике, понимаете, Георгий Степан. Собственно, Алексей Михайлович хочет планшет, а мой планшет, собственно говоря, в ремонте. Не-не-не, я не-не-не. Не бить, не крашем. Не бить, не крашем. Просто, ну, профилактично. Да, да, право, да. ТО проходить. Так это разъемчики почистить, шаманить, стеклышко поменять. И Лех, только знаешь что? Это бесполезно. Чего? Потому что планшет сексолога чинить, это гиблое дело. Знаешь, сколько раз он его терял, забывал, бил. Ну, то есть как бы... Это второе ДТП. Культовая вещь, ты представляешь, культовая вещь. Он его ломал, забывал, терял, и он до сих пор не ломал. Я тебе, кстати, привез культовую вещь. Вот, держи тебе айфон из Камара, который надо починить. Айфончик. Единственное, touch ID работает, остальное как бы все там хрен его знает. Ну, протрем, почистим, заклинание, и будет работать. А что вы тут защиты смотрите, кстати? Да, это я же, мне надо локера, и, короче, надо мне защиту. Мы, короче, посмотрели локера, и знаешь, сколько стоит правый локер? Ну? Семь с половиной тысяч рублей. А левый? Причем левый, да, то есть как бы вот 2. Левый 2, правый 7. Ну, правильно, правый локер на каризмах, нормальная тема. Больная тема, да. У тебя моторчик стеклоочистителя сколько стоит? Семь. А он тоже справа. Все, что справа, все по семье. Ага, я понял. Ходишь направо дорого. Что-то мне сидит, мне не нравится такая. Если у меня правый стеклоподъемник нечаянно не издюжит, что тогда? Почку продам? Что это? Тарас Сергеевич, я искренне понимаю, чем ты недоволен. Мы вообще всеми силами воссоздали тебе мотор, коробку автоматическую. Сколько ты на это потратил? Пятьсот рублей. Пятьсот рублей? И ты как бы приходишь и жуешь мозг вообще. Симой Крыльевичем. Вот Тарас Сергеевич ненасытные животные. Двух недель еще не прошло, как ты на ребилднутой клизме ездишь. Понимаешь? Вот смотри. А я тебе расскажу, смотри. Я потратил на воссоздание клизмы пятьсот рублей. Вот. Значит, денег больше не стало. Понимаете? От того, что все произошло, денег больше в карманах не стало. Хорошо, давай по-другому. Алексей Михайлов. Значит, вот примерно, ну плюс-минус. Во сколько бы стал Тарас Сергеевичу ребилд коробки, но за деньги? Ну примерно, плюс-минус, там с точностью до пяти тысяч рублей. Бохнем, до десяти. До десяти. Ну с точностью до десяти, да. До десяти? Ну чтоб нормально. Ну да, конечно. Ну тысяч шестьдесят. И после такой цифры просто объявление на виды. Продается мотивирующая каризма. Вот нет, Георгий Александр, хорошо, вот ты смотри, я бомблю. Семь тысяч рублей правый локер. Сколько стоит правый локер на BMW X5? Ну вот, ну приблизительно. С точностью до тысячи рублей, скажи мне, пожалуйста. Дело в том, что локера на BMW X5, значит, ну как правило, ломаются только при встрече со столбами. Бомб. Во всех других случаях они прекрасно живут и функционируют. Так что я не знаю. А если бы у тебя были колеса, как у Субариста? Вот у меня просто передние, я не знал, что так будет. Я бы так не сделал. У меня никогда не будет колеса с Субариста. Потому что для водителя BMW по реприк это уже оффроуд, понимаешь? И мне не нужны колеса, как у Субариста. Кстати, о Субаристах, пока мы здесь трешь-мнешь, и люки здесь айфоны отдаем, вы тут планшеты защиты выбираете. Там он культовый, культовый, уже какое-то время Субару разбирает. Трудится. Через полдня сегодня саленблоки прессовали. Георгий Александрович, тут серьезные вопросы решили. Что вы пристали? А, ой, Илюха привез, иди сюда. Защита, защита. Мы сегодня про защиту вот так же нам выручали. А, это на пятый, да? На айфоне? Это на пятый и на шестой. Это на шестой? Ну да. Хозяйки Шкоды. Хозяйки Шкоды. Эти Ленки, да. А мы тут, кстати, обсудили, тут Алексей Михайлович задал вопрос, а сколько стоит поменять экран, собственно говоря, на 6С+. Отгласите. Там Серега ходит, стесняется. Серега? Нет. Серега, заходи к нам. Погода, это не я. Погода, да, да, да. Это не я. Приехал из Ессентуков. Из Ессентуков. Так. Значит, это вот, кстати, кто не знает, вот этот человек подогнал нам коврик и Луи Виттон на печальку. Да, да, да. Самые культовые ковры. Что за баяны? Утром было все в порядке, но что-то произошло после того, как я зашел в метро. Зашел в метро, выхожу, а тут этот апокалипсис. А потому что ты попал в еблое место, нельзя поднять. Так, ладно, пойдемте. Пойдем к культовому сходим, а то там бедный Василий Павлович один уже все изобретает. А? Павлович. Ой. Что-то я подвспотел немножко. Еще бы ты не вспотел. Зеленый подрамник. Павлович, а какого хрена он зеленый? Ну реально. Ну реально, ну объясни мне. Слушай, у меня все хорошо с цветом. А, ну да, я понял. Значит, по поводу всего происходящего. Реально, сегодня полдня прессовали саленблоки точки опоры. Вот они присланы в Рябилу подвеску Василия Павловича. Сейчас мы подрамник скинем, все туда поставим и перепрессуем. Значит, были вопросы с плавающими. Есть ли отличие европейских и американских, господи, кулаков. Просто есть где плавающие ставят в саленблоки, а есть где, ну, обыкновенные. Сейчас снимем, как бы посмотрим. Как бы у нас есть и те, и те. Посмотрим, что поставить. Значит, вот так эта вся история выглядит. Вот, достаточно классненько на самом деле. Рычажки новые у Пихалыча. Ну и, короче, все говно мира на самом деле. Василий Павлович. Да, Георгий Александрович. У меня есть все равно один вопрос, как субаристом. Почему зеленый? Да хрен с ним что-то зеленым. Мне кажется, вот так быть не должно. Вот смотри. Вон, вон, вон. А, ты знаешь, Георгий Александрович, это когда, короче, въезжаешь боком в какую-нибудь хрень, то это, короче, отваливается, но не рассыпается. Мягкая попа. Не ожидал, да? Чёртовы субаристы, реально. Так, здесь датчики все подстёгивали. Пихалыч, ты к кому? К тебе. Нет ощущений, что вот эта распорка кривая? Нету. Нету, да? Нету. Ладно, ну хотел потроллить субаристом. Так, как полиуретан, кстати, спереди? Георгий Александрович, не могу точно тебе сказать, потому что, я считаю, нужно установить ещё заднюю подвеску всю на полиуретан, и тогда точно, вот-вот, вообще, короче, просто. Так, Василий Павлович, не жуй мне мозг. Я от тебя хочу узнать только вот одно. Скажи мне, мне нужно принять решение, ставить полик на икса или не ставить. Меня интересует только одно, стало жёстче или нет? Георгий Александрович, давайте возьмём дедлайн, поставим зад и потестим, и тогда я тебе дам, может, порулить, сам потестишь, посмотришь, как это выглядит вообще. Комфортно, некомфортно, тебе понравится, нравится, не нравится. Потому что мне, как субаристу, мне нравится, понимаешь? Сейчас было столько вообще прилагательных. Как вам, Георгий Александрович, вы едете на BMW, естественно, на комфорте, на комфортной машине. Спасибо, Жека! Ну-ну-ну. Вот, и как бы вам, может быть, не понравится, но это нужно своей попой и своими руками, рулём крутить и погнали, всё. Чё прищёль? Человек, как их там? Ритузы. Человек-расходник, да? Ритузы. Человек-ретуза? Кстати, я самого главного не спросил. Илюха, когда айфон-то будет готов? А сделаем, а сделаем. Вот я уже практически начал. Смотри, я уже первый шаг, я его уже положил в карман. Я понял. Ну реально, когда? Я думаю, ну там, денька два-три. А, огонь. Ну, короче, все ссылки на Илюху там. Я здесь. В описании. Вы говорите, что много рекламы стало на канале. Ну, это неправда, просто у нас огромное количество друзей, которые, понимаете, подтягиваются, подключаются. И что ребятам не сделать хорошо, когда они делают нам хорошо. Всё-всё-всё, хорош, хорош. Василий Павлович, ты резок. Что ты, Мир? Девочки, пишите Василию Павловичу. Несомненно. Безусловно, я бы даже сказал. Безусловно, да. Василий Павлович, тут ты скромничаешь сегодня. Да, сейчас, блин, разбирать-приразбирать, и всё, и будем перекидывать. Хочу. Что хочу? Всё хочу. Всё хочу? Всё хочу. Ара. Лучший враг хорошего. Помни золотое правило. Терпение. Тот, кто умеет ждать, получает всё. Поэтому терпение. Терпение. Вон, Василий Павлович, подождал. Ему. И подвески из Финавтопаркс. Понимаешь? И саленблоки из точки опоры. Понимаешь? А рекламы много не бывает. Терпение. Так это не реклама. Так я знаю. Но сейчас опять начну. Реклама. А, да пожалуй. Продался Георгий Александрович. Георгий Александрович? Да. Можно вопрос? Да. Какого рожна? Рожна. Рожна. Благодарю вас, Василий Павлович. Да, Василий Павлович. Продался Георгий Александрович, если подвеска Василий Павлович. Соукультового. Понимаешь? Двигатель у Тараса Сергеевича. Коробка у Тараса Сергеевича. А что у Георгия Александровича? У Георгия Александровича X5. Смирись этим, понимаешь? Да, да, да. Смирись, ты водитель боевого. Подожди, подожди, дай помечтать. Давай. Хватит. Горошего понемножку, Георгий Александрович. А вот теперь это была реклама. Финавтопарс приветствует в описании. В описании. Переходим, там красавчики. Да. Можете, кстати, прямо на почту написать, что Георгий Александрович по-прежнему ждет мотор из Японии. Ну, уже буквально обещали, что в течение двух недель придет. Айнрайц. 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 О, смотри. Смотри, какая у него стойка. Да, 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 да. Прям растяжка. Вас тренирует. Молодец. Кстати, меня тут недавно спрашивали поза костра. Собственно говоря, надо напомнить. А, пожалуйста. Да. Поза костра звучит следующим образом. Вот. Как бы ноги, как бы вот. Да, да, да. Вот оно. Вот оно, понимаете? И все огонь. Нет, все огонь, кроме одного. Почему вы вместе это делаете? А этот губл, это дабл, 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 дабл фаер. Дабл фаер, вот так его можно назвать. Идите вы, даже не хочу сказать, идите вы в попу. Просто идите вы, ну вас нафиг. Блин, он не выпрямил. Георгиевич, подожди, подожди, не торопись. Да, да, да. Только открытым пламенем подальше. Достаточно вот этого расстояния весьма. И водить, водить. Равномерненького есть. А, собственно говоря. Айнрай. Серег. Если он станет ровным. А по чем, по чем ты их продаешь? Чуть не сказал 100 долларов. На самом деле три. Три отправляю почты за свой счет. Буквально почты России. А как ты их делаешь? Геройски. Вообще-то это секрет, но водой. Я понял, ладно. Я просто, ты видел, Катя Михайлович, такие ключи? Нет. Первый раз вижу. Ну, я тоже не видел. Короче, Серега привез ключ нам. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать, да. Тайное кодовое название чупа-чупс. Чупа-чупс? Да. Диски отсосывают. Не, не то, что диски. Надо внизу подписать, что сосать не надо. Просто чупа-чупс. Пускай будет так. Это сейчас вообще что-то было, что-то ни с чем. Это чисто профессионально. Игорь Александрович, не подумайте ничего. Ну, он что? Секрет. Стой, 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 стой. Проверка нагрева. Охрененно. Мало. Давай. Мало. Ты так же айфоны чинишь вообще? Слушай, не, 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 не. Влагостойкость. Влагостойкость, знаешь, есть специальные клеи. Вот им промазываешь и влагостойки. Не промазываешь, все равно влагостойки, но ненадолго. Не журями? Нет. Гниет. Можно вопрос? Илюха, неужели кто-то после этого тебе в контору пойдет? Понимаешь? Есть клеи. Такие, но те дешевле. Поэтому мы 6С китайские вот так фигачим вообще. Романтика. Ну что, Михалыч? Еще надо. Еще надо? Да. Ара, ну, короче, если что, ты гнешь как бы. Я не буду. Я не хочу. Но все равно все, диски твои уже здесь бонусом лежат, балансом. Потому что ты не подъявлялся. Ну, мне кажется, сейчас все заломается. Нет. Я не верю вот в такие, короче, рябил бы вот этих дисков, потому что, ну, реально его можно на помойку отнести. Нет, нет, ты на кадр покажи. Да, вот так. Вот что провалит. Ну вот она. А мы сейчас посмотрим, что это будет. Я думаю, что надо с центра начинать, правильно? Центр самая низкая, а потом... Нет, с краев. С краев, да? Чтобы не знать, чинь-динь-динь-динь. Край, 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 край к центру. У тебя что по физике было? Спроси, у меня баланс. Михалыч, у него только бизнес гель, бизнес гель, намазать, потереть, лизнуть. Палыч. Здорово. Такое чувство, что ты бежал. Блин, я чуть-чуть не могу. Из-под субы бежал. Ёбкарная баба. А, Палыч, иди сюда, смотри, Серега еще такую тему привез. Как раз для тебя. Для твоих этих самых. У него колеса подшипные. Блин, не открыть, да-да-да. Ты видел как-нибудь вот такое? Смотри, грузики свинцовые, 50-граммовые. Это шоколадка. Ну, бля-нет, ну, 200 это все вкупе. Он все их приуменьшает 50-граммовые. Ну, все равно, ну, они же ломаются, ну, как бы, чин-чин-чинь. Они не ломаются, они влюбятся. Они как подшипники, Василий Палыч. Видел какой-нибудь такой? Нет. Вот. Да, вы меня не за ним. Так это на Субару. Да, ну, брось. Ты что? Ну, реально. Юрий Александрович, сегодня появится у тебя на Субару. Ну, давайте, давайте. Ну, давай, ломай. О, ёкарный, я чувствовал, он гнется. Да ты что? Да. Чудо-чудо. Ну. От краев. Ты пошел походу. От краев. Пора еще, еще откупить. От краев к центру. Да не, какой-то баян. Ну, недостаточно нагрелись. Не, грей, 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 Михалыч. Да если надо взять, что-то это, это вот для... Не сожги, а грей. Подальше, держи пламя. Так, держи, 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 держи. Серега, а вот это... А, это, короче, вот сюда, да? Ну да, нужен кинжал. Не надо никого убивать, даже кинжал. Не-не-не. Что ты? Оп, этот отпал. Эта кончилась. А, ну вот, да. Но она не так сильно еще и кончилась. Ну она да, была бы, да? На ходу, но... А эта? О, зелененькую, адскую ставим. А, адскую, давай, ядовитую. 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 Получему понравилось. Получему, точно понравилось. О, а что это они там... А, стартер проверят? Нет. Ну че? Ну вот, чем-то без стукнуть. Стукалка есть тут какая-то? Стукалка, конечно. Это же автосфера. Он там пальцит стукалки, правда, испачкался. А, все нормально. Возьми чубочурство, сука, им. О, да, покажи. Подожди, а вот сюда у тебя есть эти штуки? Есть. Но они, пардон... Вот это на шток одета. Ну? Ролик уже потерян. А у меня они на ролик. А, под ролик, да? Точнее, вот это вот. Для Сивика вот Айс самый. Я понял. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, как бы Серега занимается производством грузиков, всяких инструментов, всякой фигни для шиномонтажа. Вот ты приехал в гости, причем реально приехал из Ессентуков, вообще, представляешь? Пошел, пошел. Пошел? Пошел, да. Он денется. Господа. Ой, 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 стой, 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 стой. Вот видишь, вот это вот не надо риски вот эти набивать. Ну а как это? Попробуй другой размер. Ничего не лазит, больше не снимай. Нет, 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 вот это, вот это. Нет, нет, нет. Сюда. Ну что не лезет? Подожди. Ну, Серега, не лезет. Доктор, ты не дисковый. Да. Покажи чудо. Костяныч пришел, вообще, все пришли посмотреть. А, во-во-во, зима началась, да? Да, да. Вот с этого края. Реально, вечер в автосфере. В общем, все стекаются. Все стекаются. Ленка, приедет на Шкоде сегодня? Да, да. А, ну вот. Ага, за стеклышком приедет хлюхим. Реально тут. О, вообще, Серега монстр. А, вот теперь я вижу, что пошло. Работает? Я не вижу. Дайте мне с другой стороны подойти. Ну, это, слушай, сильная лепушка. А вот, ну вот, видишь, поднял край. Литье было вообще огонь. Вот здесь вот, на самом деле. Литье было божественно. Но поребрик сделал свое здоровое дело. Короче, на это уйдет какое-то время, я понял. Десять лет, не единая ржавчина. Все бы было такое, как, понимаешь, как этот болт палец. Все, все остальное что-то совсем фиаско. Опускаем? Потихонечку. Да, держу, давай. Оп, оп, подрамничек пошел вниз. Оп, отлив. Да, у меня огонь. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, все, защиту отвели. Стой, погоди, Серега. У тебя там норм? Стойка. Да, и ничего не мешает. Все, нормально. Все, давай. Серегче,, да, амор, оп, все. Здесь пошел. Сейчас секунду чуть понизь. Ты опору не отворачивал? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-второй. Там, короче, борьба человеку. Ч goes, иди ты литово. Оп! Есть. Есть. Все, можем ронять и выезжать. Я держу. Оп, еще-еще-еще. Оп, выйдем. Нет. Поднять? Я думаю, что... А, нет, выйдем, выйдем. Выйдем? Давай. Чуть-чуть отведем. Так, все, блин, Палыч. Давай бу-бу-бу приподнимем, сейчас что-нибудь зафигачим. Децл, просто приподним. Смотри, там еще ограничения. Да, там до ограничения, Павлович, еще километры. Норм? Да. Все, поехали. Ара! Иди помогай, хватит там изобретать диск свой литой, который на помойку. А там, кстати, уже все. Все, да, выпрямили? Да, четко все. А что, надо снять? Все, надо приподнять, да, и положить его на землицу. А за что взять-то можно? Бери за что хочешь. За низ. Да. А Михалыч самое сложное. Давай. Давай, взяли. Мать моя женщина. Subaru, живи. Какое-то дежавю, нет ощущения? Как с самолетом. В самолете такая же была. Да, да, да. Давайте посмотрим масштабы бедствия. Столько говна, что не видно ничего. Так, ну эти резинки не отрывай. Да не буду я ничего отрывать. Раскручиваем под весом, все очень просто, перекидываем, все нормально. Смотри, ижорский песочек. Морской, финский. Да. Редуктор такой дрищевый, я вообще просто. Вообще, кстати, редуктор очень маленький. На самом деле там такое прям все. Сколько на субе? По осям распределения. Ну, сейчас у меня по-другому. 60 на 40. На жопу 60 или на перед 60? На перед 60. На перед 60? Лошара-мобиль на перед 60, на зад 40. На нормальных BMW, на нормальных автомобилях, на заднюю ось больше передачи. Или хотя бы 50 на 50. Ну, у тебя же не такой, да? У меня не. У меня сейчас стоит редуктор от Cross Sport, так что у меня все четко. На задний привод больше. Ага, вот видишь, хороший мальчик. Дай петельку. Так, что там с диском-то? Лопнули благополучно. А, лопнули, да? Да. Красавчики. Сейчас вот эта вот трещина раскрывается, проваривается. Вот здесь вот насирается, обрабатывается и он, собственно, погрели. Плохо погрели. Хорошо, что мы не занимаемся ремонтом литых дисков. Да. Да, это так здорово. Ну, что-то на штампах будет вообще огонь. Ну, а все-таки железки гнуть будет вообще. Да, а что железки гнуть? Железки надо прокатывать. Я не раз прокатал, он весь затрещал и все. Ну, не все же хотят прокатывать. Это же деньги платить. Я так снял на месте. Дернул все. Ну, проще один раз делать по-человечески, чем потом не изобретать. Не кувалды, понимаешь? Не кувалды. А тут спец, ключ. Все, пошли. Ну, представляешь, ты к чужому колесу подошел с молотком вообще. Я бы как хозяин, ну, отреагировал неадекватно, по меньшей мере. А тут ключ, инструмент спец. Итак, друзья, если литой диск треснут, его надо нести в сторону помойки и покупать еще один. Если штампованный диск погнут, его надо прокатать. Все. Вот хоть иди и ломай диск. Доказываю обратное. Вот, пожалуйста. Вот это литой. Вот сейчас доказательство. На штампе это все геометрия. Ну, штамп-то понятно. Что, штамп железяк и там все нормально. Ну, а для литья должна быть соответствующая горелочка, побольше жала. Ну, и сочинский. Сочинский пот, вообще. О, нормально. Реклама Олимпиады? Опять же, да, вот-вот. А, вот так? Все уже хорошо. А, все прошло уже. Илюх, я помнишь, мы с тобой о кофе договорились? Да-да-да. Это мой, я его уже выбрал. Красавчик, да. Василий Павлович, тебе помочь? Слушай, пока не надо, я сейчас все раскручу, по басролям перекину, и все будет огонь. Две минуты? Ну, не две минуты, пару часиков. Рай-да. Василий Павлович, а когда ты кулаки отворачивал? Никогда. Ты думаешь, у нас возникнут трудности с этим? Да. Да, они уже возникли. А-а-а. То есть, как вообще, и с каждой секундой концентрация трудностей, она как бы вообще увеличивается. Все нормально? Да-да-да. А знаешь, почему? Металл говно. Василий Павлович, ты... Это, кстати... О, сделай так еще раз. Павлович, это новый мем. В тот случай, когда говорят, что, на самом деле, плохой металл. Ну, Георгий Александрович, ну я же не вру. В чем мне врать? Какой у меня смысл врать? Тарас Сергеевич, это знаешь, что сейчас значит? Да. Это значит заполночь. То есть, как бы, только в этих рамках. А-а-а. Там все равно ужасная погода и пробки. Поэтому я готов. Главное, еды. Хорошо, вот в этом подрамнике, в новом вернее. Убери свои мощные, мускулистые руки. Немного зажирал. Комопости. А, вот так. Слушай, я смотрю на клизм, думаю, нормы этой, оказывается, нет, да? В общем-то, нет, да. Вот так, да, хотя бы должно быть? Ну. Ну и то здесь тоже так, да? А, нет, 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 нет. Ну, еще как бы, ну я не вижу, чтобы он рваный. А что он такое мягкое? Это же суперок. Как металл. А, тогда нормально, да. Тогда нормально. Ладно, давайте накинемся реально, разберем эту штуку. А что как бы, мы отсюда не уедем, понимаешь? И Илюхе надо еще айфон чинить, понимаешь? Да-да-да-да, а я налейте, я себе поеду. Ай, классно. Да тебя вообще прохалили, у тебя шкода, понимаешь? Симпли клавер. Да-да-да. Такая писечка в багажнике. Причем, знаешь, я вот это говорю, потому что я говорю, Михалыч, ты все равно ети купили, Лен, тебе вообще ужас. Просто. А на самом деле удивительно, секта, да, удивительно фактурная. Мы все друг друга троллим относительно тачек, но у всех все равно разные тачки. А вот сейчас как бы Василий Павлович фоткает для Drive Pro. Нет, он девочкам отправляет просто. А смотри, как у меня подравник. А у тебя такой есть? Девочкам он отправляет свои фотки после 12, когда Василий Павлович превращается в член. Как в Шкоде в багажнике. Хочешь, я тебе пришлю свою фотографию? После 12. И фоточка Шкоды в багажнике с этой штабой. Да-да. С дырочкой. Василий Павлович, никем не юзанная, отличная штука. Ликота просто ляпота. Наконец-то эта штука нам хотя бы пригодилась. Василий Павлович, и она у нас есть. Только дело в том, что мы эту штуку-то нахомячили ради подвески сексолога, понимаешь? Но, хочу заметить, Василий Павлович, ради тебя тоже старались, потому что и мы знали. Японские братья и металл. Да, продемонстрирую, собственно говоря, как это работает. Василий Павлович, мы вбиваем. Очень, нет, очень просто. Ну, видно, нет. Нет, давайте сейчас, давайте, пожалуйста. Вот это, нет, давайте я сразу, вот я хочу сказать, Василий Павлович, что уж простите. Вот это Subaru 2008 года. Все нормально. А вот это, блядь, это не нормально. Нет, ну смотри, главное, что это теперь помогает и работает. На антибуче все вертится. Все вертится. До поры до времени все вертится, Георгий Саныч. Потом. А потом клапана, да? Потом клапана и специнструмент. И специнструмент. Ну ничего, скоро мотор придет. Да, да, да. А вот сейчас это все забило, и Василий Павлович просто так хрыть-хрыть-хрыть и открутит. А куда? Культовый ты свалил? Культовый я еще встречал, или можно подержать. А, ну, я тут субарин. Смотри, классный, да? Да, офигенный. Смотри, ты представляешь, сколько можно открутить? Да. Они есть разные абсолютно. Видишь, с насечкой такой. У тебя секретки есть на колесах? У меня? Вот 19-чик, вот это вот то, что надо. У меня нет. Нет? Нет. Хорошо. 17-чик, 19-чик, 20-чик, это то, что надо. Ну, оп. Оп, культовый, давай. Давай, культовый. Ну, давай. Смотри, крутится? Ну. Тихо, давай. И крутится. Все, оп, пошло. Чудо-чудо-чудо-чудо. И никаких болгарок. Болт спасен. Подожди, спасен. А менять его? Подожди, у тебя нет другого. У меня комплект болтов. Все. Ты красавчик. Все повесочки. Есть. Смотри, тут еще вот такая штука. Выколотка, да. Потому что он, вот сейчас вот он отвлекил это быстро. А выколачивать он это будет, наверное, продолговаривать. Нормально он, это самое, в обойме вращается, да, болт? Нет. Все, все ровно. А, все ровно. То есть, ну, достанем нормально. Как говорят эстонцы, не пригодится. Во всех случаях, у нас тут еще много болтов. Офигенно. Ну, редуктор вообще не гречевый. Вот, гараж, тус. Спасибо. Красавчики. Спасибо, что вы здесь. Спасибо. Вот такой секс-сорный. Потому что это для меня надо было. Я просто буду плакать без этого, когда буду подвеску свою откручивать. Да, ну, есть теперь. Ты не плакать будешь. Ты будешь ходить, материться, кричать. О, Манир, ага. Да, 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 да. Помоги. Просто, не, не, очень многое осталось за кадром, когда мы Тарасу Сергеевичу мотор собирали. Столько осталось вообще за кадром. Страшных историй. Да, Тарас Сергеевич будет опять материться. Да я сам. Особенно, помнишь, когда начиналась эта история, знаешь, что делать с телевизором вообще? Да. Какого тролли? Да вы запарили меня троллить, понимаешь? Мне нужно тут все, пятое, десятое, короче. Не, осталось на самом деле очень много за кадром. И таких моментов, таких сочных, жирных моментов. Прям топовых, я бы сказал. Топовых, я бы сказал. Ну, да, да, да. Спасибо. Вот так. Не порти, не пачкай хорошую красную коробочку. Все. Ну, в общем, Гараж Тулс, привет, вы поняли, да? Гараж Тулс, у них есть экшеномонтажки, между прочим, неплохие примочки. Так ты сходи. А я был. Сейчас там вопрос встал в характеристиках и в описании, как этим пользоваться. Там есть такой ограничитель крутящего момента для гайковертов. Ну. А, есть, да. Ну, подожди, ну, и, Палыч, ну, 5 сек. На и скручивание, который? Он и работает и на скручивание, и на выкручивание. Но. Чтобы и сильно не перераскрутить, и не сильно закрутить. Видел такие штуки, Михалыч, вообще топчик жир прям гоночный? Обличитель крутящего момента, да. Надо тебе привезти. Я, да, его не купил именно потому, что нет документа, а уствайся, характерист. Ну, в смысле, как им пользоваться. На нем написано же. На нем написано 80 ньютонов, 100 ньютонов. В Сентуках кому там по-английски рассказывать, как им пользоваться. Серег, ты гонишь, там черным по-белым написано 80 ньютонов, 100 ньютонов. Ну, там, нет, там несколько. Там несколько есть, и есть, значит, на 100 ньютонов, на 80 ньютонов, и на 120, и что-то еще такое. 600, 400, и что-то такое. Ну, в общем, арифметика это... 600 ньютонов, 600 ньютонов, это... 60, 60, да. 600 ньютонов это... И мы перевернем земной шар, понимаешь? На этом самом машинномонтаже. Дайте мне точку опоры, и я переверну. Земной шар, да. Оп! Пошло? Нет. Нет? Родионыч, нам нужны клиенты. Нам нужны клиенты. Я и говорю. А то уже, понимаете, скоро все разъедется. Ах, уедет он скоро, ландровер скоро уедет. Мани, мани, мани. Судя по всему, клиент прибыл, да? Он прибыл, он наконец-то согласился на ремонт спустя 4 месяца. И неудачных попыток заказа коробки получится. Вариаты? Lexus? RX300, старенький. Мы ездим на GS. А кто пытался Василию Ивановичу впарить Lexus? GS300. Прошу, без комментариев. Кто пытался впарить Lexus? Так, хватит меня пинать. Нет, кто пытался впарить Lexus? Нет, все правильно. Там коробка уже не 140-го, а 150-е. Чуть-чуть подороже время. Боже мой зэ. Нормальный, да, дизеляка? Вот, господа, вопрос. Уважаемые знатоки, как менять фильтр? Ну, ландровер, как менять? Написано же, вверх, вниз, все правильно. Как менять? Руками. Руками. Очень-очень заманчивое предложение. Бокнем с фильтра. Ландровер по коробке приехал, пусть не... Ну, конечно, да. Фильтр под домом. БМВ, привет. Да, 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 слезали друг у дружки. Ну, так же вообще. Это ZF. Коробка. Которую я тоже так сделал. Ай-яй-яй. Она стоит и на БМВ, и на этом агрегате одинаково. БМВ, отличная тачка. Да, да, абсолютно. Я с вами абсолютно согласен. Ну, на самом деле, если ландровер с БМВ сравнивать, то смотри здесь, как все рычаги хотя бы дорого-богато. Хотя бы железо чувствуется прям. Автобус-автобус. Пневмушка такая, смотри, четко. Ну, ты смотри, вот если вот туда заглянуть, недолго и осталось. Ты видишь, там песочек, оно спускает, поднимает. Потому что надо чистить эти баллоны. Да, 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 после любого. Либо на МАЗы чем-то, ну, в плане того, чтобы там не прилипало это все. Причем, а задние, видишь, у них закрытые такие, здоровые. Слушай, рычаги-то у них в натуре очень огромные. Такие вообще баллоны. Смотри, какой баллон. Видишь? А, так это как на этом, на огромном таком. Ну, да, да, здоровый пневмобаллон задний. Так эта тачка-то тяжелая. Уважаемые знатоки, а можно еще один вопрос? А разве на этих автомобилях нет такого сервисного режима, чтобы это все... И колеса держались как-то нет? Я знаю просто о современных тачках такой. Здесь сервисный режим у него сейчас поставлен. Но он дает то, что машина с подвеской ничего не делает. А, то есть она не думала, не думала и не надувала, чтобы с ума не сходила. Знаешь, что, Салин, на лендроверах, что на рейнджах, такая фигня. Видишь, здесь крепухи уже все поломаны, попереломаны. Вот эта вот тема. Слушай, а я когда-нибудь говорю, что пластик говно? Ну, блин, видишь, он же едет все фигачество, но такие теплые краны, как бы, чтобы на запаску не греть. Ну да, да, да. Но все равно печаль, беда. Ну, пневмушка у него такая здоровая. О, кстати, Михалыч, а кто колодки менял? Не знаю. Первый раз машина к нам приехала. А, первый раз? А что, собственно, произошло? Ну, видишь, он, видишь, экономика должна быть экономной. И что это значит? Можешь сказать хозяину, нет? А что я же скажу? Ну, это датчик износа тормозных колодок задних. А, то есть у него подключили? Нет, он не всунули в колодку. Как ты думаешь, он узнает, что колодка изношена? Да, знаешь, когда? Может, колодосы нищебродные просто, нет? Да нет. Юрий Александрович, он узнает, когда это, знаешь, что будет, я так предозреваю, когда... Вот так будет, он такой... А было же такое, помнишь, чувак на лондрове? Да, лондрове. Расскажи, кстати, тему, нормально? Давай, ну, как там было? Как было, все как было. Все как было. Звонит товарищ и говорит, Алексей Михайлович, у меня передние тормозные колодки свистят. Я, соответственно, заказываю передние тормозные колодки, жду товарища в гости. Приезжаю, там у него нет задней колодки, оказывается. Выскочила задняя колодка вообще, соответственно, зафакала диск, зафакала цилиндр тормозной и так далее. А цилиндр не выпал, да? Нет, цилиндр, слава богу, не выпал, потому что педаль, ну, если бы выпал, он бы не доехал. Ну, вот я же про то же думал. А так, нет, не выпал цилиндр. А все почему? Самодиагностика. Да, да, да. А, то есть вот так, да? Ну, и в том числе. Ну, это хороший урок. А ты смотри, тут 9. Урок замечательный. Смотрите, какая заморочка. Ничего себе, а это что такое? Вентиляция подрамника? Нет, это от абсорбера идет шланг сюда и приходит. В подрамник? Ну, да. Подожди, он же должен один хобот в бак, другой хобот в мотор. О, здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, Анна Александровна. Привет. Летяным рану. Ну, и что, подожди, я не понимаю. Ну, то есть вот это хрень. А зачем она в подрамник? Это что, типа вентиляция бака такая аскетичная? Нет, вентиляция бака идет в абсорбере, если не надо. Правильно. Ну, как бы, один хобот в бак, другой хобот в мотор. Да. Это мод клапан. Сброс, что ли? А это нафига. Не, ну, возможно, какая-то, не знаю, сброс давления, не знаю, еще что-то еще. Я знаю, что это от абсорбера идет, а то, чего и как это работает, не уточнял. Неплохо, неплохо. Короче, тот случай, когда, я не знаю, Михалыч, ты знаешь? Ребят, ну, у нас же смотрят тоже, не менее культовые субаристы, напишите, как бы, в комментариях, что это такое. Да, для чего? Да, всем это, ну, да. Да, всем это сделали. О! Ништяки! Привезла, отдай, бухгалтерия, отдай. Ну, отдай, ваннушка, отдай. Денег нет, мы говорим. Михалыч, это тебе, держи. Вообще. Держи. Я пойду, посмотрю. Алексей Михалыч, же отцу подарили новую. Да, 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 да. Кстати, дорога, дорога, богата. Василий Павлович, мы теперь тебе можем вообще сайлентблоки пережимать, сжимать и пережимать. Смотри, как круто. Смотри, какая пирамидка. Вообще, оп. Ништяки. На всю фигню мира. Да, 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 видишь, и тут тынь. Слушай, а если взять, погонить, что же будет это, играться? А, это вот сейчас Алексей Михалыч как ребенок играется, да? Для развития, знаешь, такие продаются. Гараж Толст, привет. Чувствуете, что это вам стоит? Что? Что это нам стоит? Я знаю, что тебе хочу сказать. Одна моя знакомая женщина любит говорить, с пустыми руками приходят только клиенты. Хорошо, я запомню это. Георгий Александрович. Кабсда нам? Кабсда. Почему? Ну, а что мы теперь, как мы теперь придем? Вот как мы теперь дойдем? Я, кстати, знаешь, что хотел показать, Сергеич? Да. Анна Александровна, все хорошо. Да. Да ничего хорошего. Денег нет, инструмент есть, и мы держим. Можно не деньгами? Нет, я не об этом. А что, по-другому не деньг, а? Уточняйте, уточняйте. Этого-то у нас много. Да? Да. А что вы тут такие, типа, листите себе, что ли? Ну, понимаешь, мал золотник, да дорог. Или там, мал хлоп доволюч. Да, зря ты сейчас сказал, вот честно, давайте тебе сейчас... Кстати, о маленьких хлопах. Есть, кстати, мысль. Ай-яй-яй, что по ногам, как по бульвару. Да. Ты посмотри. Вот это, вот это, задняя колодка на Субару. Что, серьезно? Да, да, да. Подожди. Как задняя колодка на Субару? Ты посмотри, он даже выпрямился, понимаешь? Вот это задняя колодочка. Сколько весит твое ведрище, Василия Павлович? Тонна 600. Тонна 600. Вот так, и вот таких 4 назад. Нет, подожди, стой. Такие больше. Стой, стой, подожди. Моя весит тонну 100. Но это с тобой. А, нет, это без тебя. Со мной полторашка, нормально. Тобой полторашка. Да, полторашка, да. А если еще с твоими бутербродами, то, короче, еще соточка. Еще соточку накидывай, да, так, ну, в багажнике вожу, как бы, да, охлаждайся. Ну, реально, у сексолога колодки больше. Так подожди это. А, подожди, вот я с этим... Так, а в чем проблема? Я колодка... Как на Субару могут быть вот такие вот колодки? Ты же на ней наваливаешь колодки вообще просто, ну, вон, игрушечные. Так ты видел там все диски синие? Георгий Александрович, для сравнения колодосы от Клизмы. Вот манольные, да, колодки? Да, 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 СКТшные, да. А, вот, маноль, да. Так, так ты, 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 ты смотри. Ты чувствуешь, что он, ну, сто, ладно, со мной полтора, ладно, договорились. Ну, это задний, да, у тебя? Да. Это задний, да, это задний. Он сейчас пытался спасти ситуацию. Да, типа, может, передний все-таки? Не-не-не. Здесь все видишь? Василий Павлович, слушай, ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, но... Как ты тормозишь? Тарас Сергеевич. Подожди, подожди, давай вместе. Три-четыре. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А вы видели, короче, ну, такую штуку? Это уже мы видели, Василий, причем не раз. Поэтому, блин... Слышишь? Чем больше мы чиним Subaru, тем больше он нам вот так вот показывает, понимаешь? Да-да-да. О чем-то говорит вообще просто. Шлангометры Maxi Sport отличная вещь, усиливает торможение. Да? Да. А что, если колодки, в принципе, не усиливают торможение? Что делать тогда? Такие шлангометры. Поэтому немного синей диски. А почему я вот, допустим, примеряю те же самые суппортатку пятого, блин? Ну, вот для чего? Для того, чтобы, ну, хоть как-то, ну, пока не получается. Ты видел, нет? А, кстати, после ребилда суппортов-то передний. А, что? А, передний? А, да-да-да. Да-да-да. Я тебе говорю. Я тебе говорю о том, что как тормозит Subaru. Смотри, я не знаю, может, на кадре видно, не видно? Ну, вот видно, видно, что они не стандартного цвета идут. Жди, вот они, зеленые суппорта, блин. Ну, короче, они переливаются. То есть, немножко от погоды, конечно, прожарел, но они... Поджог тормоза. Че? Не крути мне кардан. Кардан-то задний тоже крутится. А, так это нормально. Кстати, о карданах. А что? А что кардан? Кстати, о карданах. Палыч, ты подвесной поменял? Да! Ну, блин. А что такое? У тебя есть какие-то вопросы? Я ему не верю, это же Subaru. Не, подвесной смотри, поменял, да, все в зеленой смазочке, все четенько. Открутится, закрутится, все хорошо. А то он меня уже достал шуршать. А шуршит? А что с крестовиной? Ой, там все хорошо. Да? Да. Да? Да. Да. Да? Хочешь отправить мой кардан в кардан-сервис? Кардан-центр? Да, кардан-центр. А, я не хочу отправить твой кардан, Василий Павлович. Он сам хочет крестовина. Крестовина 200 тысяч с плюсом отходила, если что. И что? И что? И лукомешок. Лукомешок, ты ее потрогай. А можно я потрогай? Она еще поживет до осени. А-а-а-а-а-а-а! Поживет, говоришь? Ну ладушки, ладушки. И это 2008 год. Хорошо, что у меня карданы есть. Слушай, смотри, пока субарист ушел. Хорошо, что он ее понесет. Хорошо, конечно. Нет, вы знаете, разъем, подержи. А разъем ты хочешь посветить? Подержи. Давай, посвети. Да, вот это у нас, получается, значит, датчик. Это датчик? Датчик регистра заднего. Вот эта масса, видишь, вот эта масса? А вот эта масса? Да, вот там, здесь провода 4, звенило все путем собачьим. Ага, масса. А вот это вот датчик уровня подвески. Ну, что-то мне подсказывает, что корректор фара автоматически больше не работает. Неплохо, да? Да, да, слушай, да. Капец какой-то. Не, ну Subaru рулит, рулит и разруливает. Когда в нее вкладываешь хулиард денег просто. Хорошо, что мне BMW. Да, а тебе еще больше денег надо, понимаешь? А BMW что? Да. А что Subaru? Металл? Нет, Subaru рулит. Subaru рулит, да. Клизма живи. Рулит. Ну, это вечер в автосфере, смотри, у нас там. Ах, так, так. Сыфтират по-воду колонок. Илюх, это не тебя. Кудах-кудах на сзади падал. Где этот шланчик? Какой? А, ну, кстати. Палыч. А тут, смотри, клапан какой-то. А, ну, тут у него как-то это, замкнуто, понимаешь? Не, 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 подожди, интересно. А он конкур замкнул, что ли? А что культовый изобрел-то? Реально. А, вот, вот. Где? Смотри. А, вот он. А, вот он. И в подрамник. Ну, а откуда он идет? А, он оттуда идет. Из отцовера. Ну, это вентиляция, видимо, да, да. Сброс лишнего давления. Слушай, это зачем надо было так додумать? В подрамник спрятать. А если забьется? Ну, что будет реально, если забьется? Куда? Там закрытые полосы, подрамники. А, и все? То есть там нету сброса? Как раз туда ничего не залетит. Типа, там просто, да, ну, там просто ржавчина, все такое. А, ты понимаешь, внутрь не попадает грязь и не гниет лишний раз, чтобы не... Ну, они хоть, ну, хоть как-то, чтобы жило, понимаешь? Если, допустим, вот эту большую колоду... То есть, вот, опять, момент истины. Площадь, собственно, они одинаковые по площади. Питна контакта. Но ширина пятна контакта... Правильно. Нет, ты смотри, если, допустим, вот эту в кучу собрать, как вот эту, то будет одинаково. Да, да. Если эту раздвинуть, как эту, и это... Так вот, какую роль играет ширина пятна контакта тормозной колодки в торможении? Что это говорит? Это говорит о том, что как... А этот вопрос мы спройдем у Википедии. Причем это все дело. Мы будем сегодня подрамник собирать? Осталось развальные распилить, и все нормально. Ну, а как запчасти заказывать-то, ну, если, ну, такая разница огромная. Тарас Сергеевич, вот эти запчасти заказаны под мой форестер, а не под ядовский. Понимаешь? Вот опять кипунцы делают для себя хорошее. А весь мир должен сосать. Короче, у нас тут мозговой штурм и приключухи. Если быть тезисными, то, значит, кулаки, япономатерные и европоматерные гранаты, разные системы. Нахрен они так сделали? Спроси, что полегче. Я же не китайец, не японец. Я не знаю, кто у них там называется этим руль. Ну, ты у нас король покупания китайских оригинальных запчастей. Как с клизмой. Подожди. Хрен две одинаковые, наверное. Михаил, здесь уже не терпится. Мы тут изобретали, значит, сейчас хотели уже точкоопоровские сайленблоки прессовать. Тут выяснился нюанс. Значит, вот эти кулаки нам привезли из Японии финавтопарц. Вот они лежат. Значит, вот здесь в них стояли сайленблоки. Вот. К слову сказать, еще живые более-менее сайленблоки. Значит, вот оно здесь и стояло. Да, сейчас надо чпокнуть, как бы, чтобы было видно. Запихните, Тарас Сергеевич. А вот это вот, друзья, это ШАЭСКО. Вот здесь вот, да? Значит, они стоят у Василия Палыча на кулаках. То есть, вот она ШАЭСКО. Вот у Василия Палыча много китайских запчастей. Поэтому как бы у нас все в наличии. Можно предметно показать. Хорошо, почти орига. Почти орига. Нормально? Георгий Александрович, простите меня, пожалуйста. А Вы случаем в мире животных не вели программу? Он ведет... В какой связи ты сейчас это говоришь? Георгий Александрович сейчас ведет программу в мире приматов. Да, да, да. В мире оппозитных приматов. Перейдем к нашему. Продолжим, да. Значит, и как мы можем видеть нашим, так сказать, оппозитным зрением, сюда как бы ШАЭСКО мы чисто по диаметру никак не впердолим. Ну, то есть, как бы вот. Может, рассверлим? И когда... Подожди. Отстань негативно. Да, да, да. И когда мы распаковали, значит, зеленблоки от точки опоры, сначала был небольшой шок. Мы думали, что как бы полная фиаско, потому что они сюда... Ну, давай, покажи пример. Вот так вот, да, тоже. Как мы можем видеть вообще, ШУШУ. Как ШАЭСКОЙ. Да, 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 да. Не впердолись, потому что вот этот под ШАЭСКО, то есть, вот сюда. А вот этот, соответственно, вот сюда. Ну, сюда мы как бы вгоним, сюда нормально встает. И поэтому удивительная тема. Хулаки разные. Вопрос. Почему епошки ставят салинблоки, а европейцы ставят ШАЭСКОЙ? Может, у них прикол такой? Вопрос на таком. Что-то у нас очень сильно много вопросов. Японцы боком не валят. О-о-о-о! Ну, что это значит такое, как не валят? Ну, что... Зачем тогда такие автомобили делать? А кто же на Гарри Фудияму трассу-то накатал, е-мо? Видимо, не на Субару. Видишь? Кстати, между прочим, я знаешь, что я хочу сказать? Когда Митсубиши это сделали. Да хрен тебе. Сейчас карты раскроются. А ты в курсе, что, значит, твои родственники японцы очень любят Мерседес и БМВ? Видели? Я сегодня уже... Ты хоть в нос его погланду себе засунь. Но это факт. Да, это как российские люди не любят ездить на Жигулях, да? Ну, все то же самое. Это сейчас был очень неудачный слив от Субариса. Митсул стрелки. Вот. Но смысл в чем, что, как бы, мы не знали, реально не знали, что вот эти вот кулаки, как бы, японские, они совершенно... Здесь нет ШАЭСок. Ну, это мистика, конечно. Зачем они так сделали? Зачем по ровным дорогам тебе ШАЭСки? Объясни мне, пожалуйста. Ну, смысл в чем? Мы сейчас пойдем выдавливать, значит, вот эти вот с Субариса и ШАЭСку из кулака Палыча и будем изобретать дальше. Ну, это такая фигня. Потому что точка опоры сделала по японской схеме, видишь? Почти. Ну, блин. Ну, нормальный же, все хорошо. Ну, блин. Просто как бы под ШАЭСки. Да, просто вместо ШАЭСки, видишь, он больше, в принципе, сам по себе такой. Мы какой будем ставить? Тот, который подходит. Вопрос этот или вот этот кулак? Тот, который подходит. Да, ну, правильно. Мы сейчас вот это выпрессуем, выпрессуем, короче, извлечем. Демонтируем. Демонтируем, да. И будем изобретать, как ставить. Что? Я не понимаю. Это корчестроение. Что, что? Какое корчестроение, это нормальная вставка запчастей. Ты что? Просто так бывает. Собери сам. Допустим, досверли, добили. В мануале у точки опоры есть разница ЯПА, ЕВРО и Америка. А, да? Это евро? Нет. Да, это евро. Для моего, специально для моего. А, да, есть разница? Конечно. А что ты сразу не сказал? Да хочу голову-то в нее заморозить. Подожди, подожди. Мы тут сейчас стоим полчаса в саленблоке, перекидываем, ходим туда-сюда, выпрессовываем. И ты вот сейчас говоришь, что в мануале у точки опоры есть подразделения ЯПОНСКИЕ, АМЕРИКАНСКИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЕ. Не, подожди, стой. Не, подожди. Чего мы голову жуем? Подожди, все, нахрен, все, хватит. Все, идем на пресс. Все, все, ничего, все. В общем, прессовали мы тут, прессовали, 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 прессовали и напрессовали. Чего музыки нет? Самое время для ночных клубов. Ночь на дворе. Я готов. Тут использовали специальную смазочку, потому что вот эти саленблоки встали вместо ШАЭС. Короче, все подошло. Смазка, кстати, еще осталась. Да, да. Иными словами, нам осталось все вот это безобразие собрать на зеленый подрамник и вкрячить в субу. Анна Александровна там ее изучает. Ну и как-то так. Почти все, да, Георгий Александрович? Еще осталось вот эти вот сальнички поменять на редуктор. Ты угораешь. Ну, Георгий Александрович. Какие? Как же без них-то? А у тебя текут что ли? Мои? Да. Да, один левый почет. Ну, короче, все. Это уже произойдет в следующей серии, я чувствую. А я буду танцевать. Друзья. Опа. Опа. Все пришли. Алексей, ой, даже Алексей Михайлович. Приедет. Помните, я как-то говорил, что надо заканчивать с ночными посиделками? Наверное. С ними, бля, надо заканчивать. Георгий Александрович, время-то детское. Время-то, да, детское. Значит, Елена Юрьевна уехала домой. Алексея Михайловича дома ждет. Чпок. Взбучка. Ну, бывает, да. Взбучка. Подписываемся на канал, ставим лайки. Что я хочу сказать. Сегодня что-то будет куча ссылок в описании. Да. Финавтопартс, точка опоры. Драйв 2. Драйв 2. Василия Павловича. Святое. Святое Илюха. Значит, с айфонами Серега. С Серегой там с чем-то. Сейчас. С шиномонтажом. С шиномонтажом. Да, да. Короче, если мы что-то забыли, на кого-то вставить ссылку, вы напишите нам в комментариях, потому что мы серию смотрели, а Егорка будет монтировать, ему насрать. И много рекламы не бывает, ребят, запомните. Да какая? Это не реклама, понимаешь? Люди приезжают, помогают. В чем реклама? Будут писать, что реклама. Что? Точка опоры – это реклама? Да. Почему? Потому что люди нам помогают, а все думают, что мы их рекламируем. Поэтому вот и будут говорить так. Короче, мы сочувствуем тем, кто считает, что это реклама. Фин Автопаркс, привет. Алексей, дочка опоры. Мы гараж тул забыли. А ты молчишь, понимаешь? Я жду, может, все-таки вспомните? Не, у нас мозгов-то нет, ночь на дворе. Значит, все, лавочка прикроется. Гараж тул слегка. Вау, 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 полегче. Что это значит, лавочка прикроется? Где мы будем инструменты брать? А это уже не мои проблемы. Вот такие вот, да? Ночь, понимаешь, ночь, женщины, понимаешь? Ночь, женщина, фонарь. Аптека. Аптека. Вау, ничего себе. Вот это я сейчас сказала. Ночь, женщина, фонарь. Да, да, да. В общем, друзья, на сегодня как бы с этой серией все, потому что я не знаю, там уже наснимали черти на сколько. В общем, всем мира, добра, удачи. Все ссылки в описании. Если что-то мы забыли, напишите коммент, чего мы не забыли. У Тараса Сергеевича грязные руки. Редкость. Редкость. Все, короче, всем пока. Субару, живи, металл, говно. Не-не-не-не. Да-да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok